Всем большой привет, друзья! Сегодня готовим кокосовый праздничный бисквитик. Почему он праздничный? Он будет украшен белым кремом, внутри белое, сверху белое. Все будет красивое. Мы планируем украшать его клюквой в сахарной пудре и в растопленный белый шоколад окунать дольки мандарина. Если так получится, все будет беленькое и красивое. Посмотрим, как пойдет. Что для него понадобится? Готовый бисквит. Мы его пекли, ссылочку дам вам пару дней раньше, чтобы он постоял, чтобы выветрился яичный запах, чтобы он был такой, как нужно для торта, хорошо нарезался. Либо купите бисквит готовый. В любом деле кулинарии, в большом супермаркете, в кондитерской всегда продаются эти заготовочки. У меня тут 3 яйца, 3 ложки сахара, 3 ложки муки и 1 столовая ложка кокосовой стружки. И потом он такой ароматный, хороший у нас такой плотненький, блестящий. Еще для украшения будет кусочками нарезаться лимонный мармелад, называется лимонный фреш, тоже посмотрите у нас на канале. Ну и для начала готовим белый-белый вкусный крем, который называется все Рафаэло. Значит, нам нужна пачка сливочного масла, мягкого, оно стояло у меня ночь, чтобы оно совсем было мягкое, потому что даже если там кусочек внутри тверденький попадется, он будет расслаиваться. Нам нужна однородная красивая масса. Итак, пачка масла взбиваем миксером без ничего, до побеления, до увеличения. А тем временем на водяной бане распускаем полторы плитки белого пористого шоколада. Либо на водяной бане, как я делаю, либо залейте горячими сливками, он сам разойдется, либо в микроволновочке. И так занимаемся кремом. Так, смотрите, коржик разрезали, масло взбили, минутки 2-3 интенсивно я взбивала миксером. Белый пористый шоколад растопился. Если у вас проблема, его купите или не любите, добавляйте просто сгущенное молоко хорошего качества. Вот миндаль я залила кипяточком, чтобы отошли шкурочки, и тоже будем использовать для украшения. Затем лопаточкой смешиваем достаточно быстро шоколад с маслом и укладываем на тортик. Так, смотрите, друзья, вот мы почистили, прекрасно достались кипяточком миндальные орешки. Вот у нас растопленный шоколад с маслом остались. Какая у меня ошибка получилась? Мисочка была теплая, и крем тут масло немножко потекло. Нужно, чтобы постояло, либо дождитесь, пока остынет немного шоколад, чтобы он у вас масло не растопил. Ну, это не проблема, просто дольше чуть-чуть процесс застывания. Хотя на торте уже застыло. И смотрите, для украшения мы сделаем вот такие штуки. Мандаринки, дольки мандарин в белом шоколаде. Вот окунаем и отправляем в холодильник на полчаса или на пару минут в морозилку, чтобы быстрее собрать тортик, как у вас по времени. И еще у нас же остается крем. Вы видите, что много на такой маленький тортик. Мы приготовим еще корзиночки Рафаилки. Все очень просто. Готовые песочные корзиночки наполним кремом, украсим миндальным орешком и засыпем либо кокосовой стружкой, либо натертым белым шоколадиком. Так, смотрите, друзья, переходим к самому любимому процессу, украшение торта. Значит, он у нас готов, застыл. Мандаринки в морозилке тоже застыли. С оставшегося крема мы сделали тарталетки. Песочные покупайте самые хорошие, дорогие корзиночки. Выложили туда крем, орешек, засыпали кокосовой стружкой или вот белым шоколадиком. И все, можно держать в холодильник. А если вы будете куда-то далеко ехать и дарить их, то в морозилочке. Вот с фруктами также может быть такой вариант. Вкус у этого крема такой, ну, как у Рафаэлла внутри. Как белая пористая шоколадка, масло там вообще не чувствуется. Украшать будем мармеладиками. Это лимонный фреш, очень полезный, витаминизированный. Белым шоколадом и все, что под рукой у нас попадется. Смотрите, друзья, какой чудесный тортик у нас получился. За счет мармеладок он такой прям шевелится, да? Видно, живой. Переливается, когда свет на него попадает. И тарталетки уже готовы, застыли. Можно их кушать. Ну, все. Желаю вам чудесного настроения и чтобы все ваши мечты сбывались. Спасибо.